здравствуйте уважаемые зрители нашего канала сегодня мы на высоте 2300 с чем-то там метров это роза пик отдыхаем в нашем любимом отеле роза спрингс и тренируемся и занимаемся и катаемся в общем активно проводим время и сегодня в этом выпуске покажу как укреплять колени мы говорили об этом с доктором георгием митевичем и сегодня несколько упражнений от меня лично для подготовки наверное уже к следующему сезону катания на лыжах и сноуборд лёлик ну чё как катнем мы в отеле роза спрингс это один из наших любимых отелей в стране здесь склон прямо в прокат то есть ты выходишь сделаешь несколько шагов и ты уже на подъемнике поднялся в гору и скатился прямо в гостиницу уникальное место что здесь тренажерный зал в котором мы вот уже четыре года занимаемся в прекрасном состоянии находится оборудование это наши друзья компания аэрофит поставила линеечку и на тэк и вот это пламакс облегченная для отелей как раз для небольших залов с небольшой проходимостью вот такой аля премиум симпатичненько все работает работает исправно сейчас уже конец сезона это середина марта но все равно классный снег здорово катнули погода шикарная очень нравится но и многие жалуются что когда катаются на лыжах или на сноуборде у них устают очень ноги для меня это смешно на самом деле там нагрузка это практически никакой ну во первых правильная техника во вторых если ты тренированный человек то для тебя это в удовольствие вот ну и грешат некоторые конечно заезжают выпивают естественно потом все это сложнее тяжелее вот это среднегорь и высокогорье дает классное состояние когда вроде бы кислорода не хватает это такой немножко как будто бог вы и потом когда приезжаешь у тебя вот это прям здоровье с запасом скотт даже если ноги устают у тебя есть время чтобы верхушечку подкачать зальчик пришел плечики ручки грудочок и такой в тонусе пошел в бассейнчик здесь шикарный спа хамам сауна плавание вообще обожаю в отеле в нормальном отель проснулся поплавал потом завтрак и уже раз на горочку ну или куда-то по своим делам вот этот тренажер обалденный кстати здесь можно и сидя и под наклоном и лежа такой универсальный простая фишечка такая чтобы подготовить вас горам к следующему сезону это приседания в посадке есть по сути вы повторяете вот это положение на лыжах в посадочке чтобы ваши бедра работали и ставите секундомер скажем вот эта система силуя но и зато он подходит идеально вы ставите 30 секунд работы и делаете чуть вперед в колени чуть назад ягодицы в одну сторону другую сторону развели соединили стопой поработали почувствовали переносите мышцы будут гореть уже на третий подход для начала три подхода то есть это всего три минуты делаете каждый день через недельку сможете осилить подходов 6 6 минут в день вот и довести вот буквально до 10 раундов это может быть разминка до тренировки вашей основной или заминка после это сути тоже кардио поменяли немножко положение ступней в каждом подходе перенесли на одну на другую здесь вот уже как-то немножечко усложнили добавили и также по времени работаете поэт потом почувствуете что 30 секунд вам вообще ни о чем можете по минутке и вот плавненько вверх-вниз работаете и вы к сезону будете готовы будете больше раз скатываться меньше останавливаться меньше вот этого дела и больше удовольствия то есть вы на расслабоне кайфуете и это еще и экономия вот вы заплатили 4000 подъемник неважно сколько раскатились слабые ножки скатился два раза а если ножки сильны можешь целый день мы вот с ребятами шесть часов считая их копейки там еще зона свободных весов гиперэкстензии что для спины для укрепления спины номер один задница спина у меня подопечный сломал спину здесь тоже на поляне улетел сломал компрессионный правда повезло все уходит в порядке закачиваем спину ну начали совсем с простых движений и вот через два месяца доктор хороший доктор светила порекомендовал начать вот с таких напрягать ягодицы и потом уже постепенно добавлять амплитуду ну а для профилактики то есть он так и сказал если бы человек не был подготовленным тренированным то он бы погиб или остался бы лежать как овощ а из-за того что крепкие мышцы крепкие связки на тренированные суставы он во-первых быстрее восстановился остался жив и здоров слава богу ну и если уж что случилось и болит то вот эти простые упражнения помогут ну а потом вы сами почувствуете он станет легко мышцы станут сильнее вы можете добавить варианты таких разгибаний змейку некоторые дела ну по сути это просто как усложнение повысить интенсивность кто-то делает со штангой или наклонная гиперэкстензия или горизонтально но повторюсь это одно из лучших упражнений для укрепления мышц спины потому как это не просто какие-то отдельные мышцы а вся проекция считает большого пальца до макушечки тренируете здесь ну и покажу комплекс который вы сможете делать для укрепления как раз коленного сустава очень простой нам понадобится боссу перейдем в другой зал и конечно самое простое чем вы можете укреплять связки коленные сустава разгибания сгибания ног тем более что вот есть тренажерчики и как я уже где-то показывал эксцентрика замедление это причем не я придумал это врачи рекомендуют физиотерапия медленно сразу и медленно удерживайте или вот это будет посложнее двумя подняли 1 1 1 и 1 2 3 этот тренажер хорош тем что здесь и сгибания и разгибания все задние поверхность бедер и перед вы укрепляете мышцы вокруг сустава то что будет удерживать сам состав вокруг и чем больше вы тренированы тем легче вам кататься делать упражнение мышцы выносливые и питается сустав рящик чтобы омывался смазывался и вы не испытывали каких-то боли проблем со своими коленочками тренируйтесь на здоровье к платформу переворачиваем и встаете вот он на центр нашли центр и поначалу может быть вам просто будет достаточно стоять потом добавьте движение и вот этот комплекс который я рекомендую своим подопечным и сам выполняю для подготовки конькам к лыжам квейку вперед касание удержание 35 секунд вернулись постояли в сторону и каждый раз старайтесь максимально оттянуться дальше вернулись назад также максимально далеко как будто вот хотите чего-то достать есть выровняли стопой держите так связка стопа свод стопы мышцы голени бедро и вот сюда кнутри тоже удерживайте корпус дотянулись коснулись и поменяли ногу супер боссу кстати тоже от аэрофит эти кроссовочки они сами по себе такие неустойчивые но лучше всего и последнее время я вижу специалисты западные используют как раз босиком часто босиком чтобы работала стопа здесь уже чуть по-другому ну обязательно до старайтесь босиком тоже работать сейчас многие спортсмены там приседания и тяги делают или босиком или обувь такая специальная как будто вы без обуви ну и когда освоили перевернутый боссу тоже можно такого рода тут посложнее больше стопа реакция опоры такой более спортивная и буквально вот перед началом вашего основного занятия сделали кружочек в одну сторону сначала на перевернутом кружочек в другую сторону для одной ноги для другой ноги и потом перенесли уже самый сложный вариант это вот нечто подобное но это уже знаете для для продвинутых тоже будет полезно вот колено стопа бедра естественно все под нагрузкой мышцы выносливее становится количество миофибрил увеличивается кататься будет легче ну и на коньках устойчивее например там некоторые вот тренеры дают вождение в таких положениях от от ну и развиваться понимаете можно бесконечно то есть добавить пистолетики наклоны отягощение уже ваш фантазии желание добиваться сверх результатов а я желаю вам всего доброго всего самого хорошего ссылочку на отель оставим в описании смотрите нас благодарю вас что вы остаетесь со мной эти вот уже 13 лет спасибо огромное до встречи пишите в комментариях что интересно с кем позаниматься у кого взять интервью что снять для вас потому что у нас есть классный оператор юрий юрий закончил тяжелая атлетика и стал классным оператором и продолжает учиться и осваивать азы профессии до встречи всего самого-самого пока